...подешевеет до 60 рублей. На чем Сбербанк сэкономит более 80 миллиардов? Как он экономит на сотрудниках? Число официальных безработных в России выросло в 3,5 раза. Премьер призвал активнее развивать удаленную занятость. Где в России самое доступное жилье? Разберем эти и некоторые другие новости и в конце отвечу на несколько ваших вопросов. Поехали! Это очередной выпуск экономических новостей с Николаем Рачковским. Мы говорим о финансах, о благосостоянии, о создании пассивного дохода. Если канал нравится, поставьте пожалуйста лайк под этим видео. Буду вам благодарен. И колокольчик нажмите. Начну с нашего голосования. Некоторое время назад, буквально 5 дней назад, мы провели такое внутреннее голосование по нашему каналу. Как вы относитесь к поправкам к конституции? То есть поддерживаете или не поддерживаете то, за что сейчас голосуют? Согласно нашему голосованию, довольно большая выборка. Все-таки почти 8 тысяч человек проголосовало. Это заметно. За 14 процентов 86 против. Видимо, сообщество нашего канала очень далеко от средней статистической картины по стране. Раз. Ну и два, конечно, большие вопросы. Как все эти голоса считают? Насколько они реальны? Потому что здесь сомнений много. Но давайте перейдем теперь к новостям. Герман Греев предположил, что к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар. Основа его ожиданий прогноз аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до 60 долларов. При этом он отметил, что чего-то ожидать в условиях пандемии коронавируса очень сложно делать прогнозы. Но я здесь соглашусь с последней фразой Грефа, что делать сейчас прогнозы, тем более на конец года, это совершенно неблагодарная задача. Потому что мы сейчас не можем совершенно никак предсказать, что у нас через неделю-две будет. Будет ли сейчас вторая волна? Будет ли, если будет вторая волна, опять пойдет падение спроса на нефть и падение цен на нефть? Соответственно, это за собой потянет там целый ряд проблем для страны. Или же наоборот, сейчас все будет шоколадно. То есть огромное количество факторов, которые от нас не зависят. Поэтому я бы здесь был очень осторожен. И вы в прошлом видео, вчерашнем, задавали ряд вопросов про то, что делать. Вот у меня есть там 5000 долларов. Срочно бежать их менять на что-то. Я сейчас в условиях того, что я совершенно не представляю себе, куда, как пойдет доллар, рубль или иные валюты. Я держу просто валютно-нейтральную позицию. Часть в долларах, часть в евро, часть в рублях. Может быть вы, ну, наиболее активные люди еще добавляют сюда, там, швейцарские франки, какие-то, может быть, иены, может быть, какую-то иную валюту. Но я распределяю между вот этими тремя. Считаю это существенно безопаснее, чем просто держать что-то в одном. Сбербанк сэкономит больше 80 миллиардов рублей на зарплатах сотрудников. Из-за резкого падения доходов был тяжелый выбор сокращать ли персонал. Мы сделали программу сокращения расходов сначала на 40 миллиардов, потом поняли, что этого мало. Сократили до 82 миллиардов. Но не уменьшали зарплаты рядового персонала, а уменьшили у менеджеров, у топ-менеджеров. Так что рядовой персонал не пострадал. Вот интересно будет посмотреть потом итоги доходов топ-менеджеров Сбербанка по итогам этого года. Что там на самом деле получилось. Потому что сам Греф входит в тройку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны. Наряду с Сичным и главой Газпрома. А также Греф отметил, что Сбербанк не производил сокращения. Вместо этого был приостановлен набор новых кадров. Число официальных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Об этом нам заявил премьер-министр Мишустин. По его словам, борьба с безработицей первоочередная задача правительства. На чем они вовсю работают. И при этом Мишустин призвал активнее развивать удаленную занятость. Во время самоизоляции и ограничений количество удаленных работающих увеличилось в 30 раз. Но я думаю, что в целом это разумно. Что значительная часть людей может перейти на удаленную работу. Конечно не все. Кому-то это очень тяжело удается. Но много где это разумно. Это позволяет сэкономить кучу времени на дорогу. Это позволяет сэкономить на расходах бизнесу. А поэтому много где имеет смысл это реализовывать. Правительство расширило специальный налоговый режим для самозанятых. Раньше он действовал только для 4 регионов. Теперь распространяется на другие регионы также. И российские банки также готовят пакеты услуг специально для самозанятых. Воспользоваться ими можно будет с 1 июля. Но это здорово, что они готовят. Но насколько я знаю, сейчас в текущей ситуации по крайней мере банки самозанятых за людей не считают. То есть они с огромным трудом дают хоть какие-либо кредиты. Изменится ли что-то с 1 июля? Ну посмотрим. Но вряд ли это существенно и резко поменяется. Наверное постепенно, медленно, медленно банки начнут все-таки самозанятых тоже как-то кредитовать. Хотя безусловно это очень выгодный налоговый режим. Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам. В среднем лимит овердрафта упал больше чем на треть. Это о чем говорит? Что банки со все большим опасением смотрят на финансовую ситуацию людей. И стараются не допустить, то есть сокращают им возможность уйти в минус. Потому что опасаются, что многие люди не смогут рассчитываться по своим долгам. Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники России на 15%. Ну и еще одна индустрия, которая у нас падает наряду с большим количеством других. Также открытие многих торговых центров отложили. Потому что куда их сейчас открывать? И так куча торговых центров стоит пустыми. Потому что за время ограничений многие арендаторы съехали. Напишите пожалуйста заметили ли вы это? Обратили ли внимание, что в торговых центрах все больше и больше пустых мест? Потому что многие малые бизнесы закрылись. В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии. Их 42 миллиона россиян. Пенсии по старости, потери кормильца, инвалидности, социальные пенсии. При этом работающих людей у нас примерно 72 миллиона. То есть 72 делим на 42, получается 1,7. То есть на одного пенсионера приходится 1,7 работающих. И это число ухудшается. То есть работающих все меньше, пенсионеров все больше. Поэтому пенсионная система трещит по швам. Мы вчера это обсуждали. То есть на пенсию рассчитывать не стоит. И по-хорошему с пенсионной системой надо срочно что-то делать. Но все боятся. Потому что как только трогают пенсионную систему, сразу же огромное количество пенсионеров, которые являются основными избирателями, основными людьми, которые ходят на выборы, они тут же будут возмущены. Эксперты назвали регионы России самым доступным жильем. В верхней пятерке северные регионы, так семье с одним ребенком в Магаданской области или в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, нужно менее трех лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 метров квадратных. Около пяти лет надо откладывать жителям Челябинской, Кемеровской, Томской, Иркутской областей, Республика Коми и Красноярский край. Труднее всего в среднестатистической семье купить жилье в южных регионах и на Северном Кавказе. Вот такие данные нам дает российская газета. Как вы считаете, похоже ли это на правду, что, допустим, надо пять лет откладывать, чтобы купить квартиру, двухкомнатную квартиру семье? Тут, правда, непонятно, откладывать это, чтобы накопить полностью на нее или только на первый взнос по ипотеке? Наверное, мне кажется, что речь больше про то, чтобы накопить на... то, чтобы купить ее в ипотеку. Хотя, может быть, и на полностью на нее. И давайте я отвечу на пару ваших вопросов. Какой вы видите выход из неэффективного управления государством? Из того, что оно все больше пытается сдать за счет народа? Какую политику жизни выстраивать простым людям? Такой обширный очень вопрос. Давайте я отвечу на него со стороны простых людей. То есть, как быть обычному человеку? На мой взгляд, ситуация такова. Можно очень много ругать правительства, президента и так далее. Но у каждого конкретного человека его финансовое благосостояние на 90% зависит от него. И только на 10% от государства, правительства, внешних обстоятельств. То есть, есть ли у человека деньги или нет. Насколько они у него задерживаются. Зависит от того, насколько финансово правильную жизнь он ведет. Откладывает ли регулярно часть доходов. Сберегает ли. Заставляет ли деньги работать на себя. Минимизирует ли свои расходы. Ищет ли новые источники доходов. Активно развивается, постоянно развивает себя, чтобы повышать текущий уровень дохода. То есть, в основном, это зависит от каждого из нас. И то, что конкретно у меня нет денег, это не председатель правительства виноват. Это я где-то недоработал, где-то ленюсь, где-то слишком много тратил и слишком мало откладывал. Это если мы говорим про каждого конкретного человека. То есть, поведение конкретного человека и его финансовые результаты зависят в основном от него. Но если мы говорим про массы, то здесь ситуация наоборот. То есть, если мы говорим про финансовую ситуацию десятков миллионов людей. Там больше сотни миллионов. В сумме почти 150 по стране. То здесь как раз наоборот. Что финансовое состояние большой массы зависит на 90% от условий, которые задают государство, правительство. И в очень небольшой степени от их деятельности. То есть, вот такая интересная ситуация. Что как, ну представим себе движение толпы. Например, движется куда-нибудь толпа. Движение каждого конкретного человека, оно хаотично. То есть, он может идти туда, 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 туда. Но когда идет вся толпа, то движение толпы, оно очень направляемое. То же самое и здесь. То есть, возвращаясь к вашему вопросу. Какую политику жизни выстраивать обычному человеку? Принять на себя ответственность за свою финансовую жизнь. Перестать сваливать свои финансовые проблемы и ошибки на то, что в этом виноват кто-то другой. Конечно, это можно делать и проще делать. Но тогда не надо ждать серьезных результатов. Либо оправдания, либо результат. Берем на себя ответственность. Начинаем выстраивать правильную финансовую жизнь. Материалов, благо, много на тему финансовой грамотности. Посмотрите, у меня на канале есть целый плейлист из нескольких десятков видео, детально разбирающие разные аспекты финансовой грамотности. Что значит жить финансово правильно и что значит жить финансово неправильно. И находить и быть более активным. То есть не ждать у моря погоды, не быть в состоянии лобстера, которого вынесло волной на берег. Он может доползти до воды и спастись. Но он будет лежать, ждать новую волну, пока его снесет обратно в море. А если не дождется, так там и сдохнет. То есть надо быть активным, надо искать себя, увеличивать текущие доходы, искать подработки, искать возможности создать себе пассивный доход, разбираться в разных инвестиционных инструментах потихонечку, откладывать часть дохода, запускать в работу. Я считаю, что вот это наиболее эффективная политика жизни с точки зрения конкретного человека. Если согласны или не согласны, напишите пожалуйста ваше мнение. Я думаю, что это вопрос многих касается. Вот так. Вот такой у меня ответ на этот вопрос. Надеюсь, он некоторым из вас был полезен. На этом от меня на сегодня все. Удачи. С вами был Николай Мрачковский.